Здарова! Это Шамшурин. Ты наверняка недавно видел мой видос, где я уже несколько раз поднимал тему, как познакомиться с девушкой, если ты на машине. На самом деле эта схема просто моментально круто встраивается, очень круто работает. В чем мораль? Смотри, во-первых, с сегодняшнего дня ты можешь не просто записаться на тренинг-практика внизу, ты можешь еще и написать нам свои вопросы какие-то, которые у тебя есть, позвонить нам, написать нам на любой из мессенджеров, ватсап, вайбер, телеграм, все здесь под этим видео или на сайте, то есть ты можешь нажать на ссылочку и написать нам вопрос, на который тебе ответятся мои коллеги. Значит смотри, история следующая. Один товарищ написал под комментарием на то видео следующее. Каковы шансы познакомиться, если я подъеду к ней на девятке или подержанном авто, она будет на заряженном авто. Ответ очевиден. Сейчас я, мою полемику с ним сначала. Я пишу, вот ты сам себе приговоры подписал, как удобно. Почему удобно? Потому что, думая так, можно сразу отмазать себя от всех возможных действий и оправдать свое бездействие. Это же очень удобно, потому что если тебе скажут, чувак, ты не прав, то придется пробовать, придется делать, а для этого придется отрывать свою задницу, идти на стресс, как бы очень-очень неохота. Он отвечает. Мужской канал, ваша парадигма, ваша правда и подтверждение к ней. Ничуть не спорю. В моей реальности это практически невозможно, да и нужно ли вот это все тело движения. Слушай, не знаю как ты, но я считаю, что мужчина, в принципе, его путь, его смысл в жизни – это как бы поменять свою реальность в лучшую сторону к кем бы он ни был. Даже если он родился в семье олигарха, значит ему нужно вырасти морально и духовно. Если он беден, как ты сейчас, я так понимаю, пишешь про себя, значит ему нужно сделать все, чтобы его дети, его женщина, его семья, его родители жили хорошо. То есть в этом и есть смысл. Я пишу ему, значит ты сам выбираешь и меняешь свою реальность. Дело не в машине, а в том, как себя чувствует человек внутри этой машины. Я сто раз уже говорил, что если взять какого-нибудь, там прости господи, Тимати, например, хотя еще раз не являюсь его поклонником, просто, допустим, какой-то персонаж, ориентированный на определенный сегмент молодых девушек, которые точно мечтают о том, чтобы познакомиться с таким мужчиной, как он. И если его посадить в какую-нибудь там, не знаю, ладу-калину, то я думаю, что он будет себя чувствовать очень хорошо. Также у меня тысячи примеров есть того в жизни и тех моих клиентов, которые чуть ли не кортежами приезжали, то есть это люди, приезжающие на дорогущих тачках, когда еще босоногим был в Москве, жил первое время, они заезжали на индивидуальные тренинги за мной, я сидел в них, передергивал на их машину, а он просто приезжал на ней и не мог, а он передергивал на женщину, потому что не мог бы найти ни к одной из них. Поэтому тачка здесь совсем ни при чем. Я видел много своих, это я ему рассказал, то есть, смотри, суть такая. Я ему сказал, что если в этой девятке будет сидеть кто-то другой, кто чувствует себя нормально, девятка его никак не отяготит и не сделает хуже его результат. Вот на что он отвечает следующее. Мужской канал, спасибо за обратную связь. Посыл понятен, но как бы там ни было, встречают по одежке. Я с тобой безусловно согласен, тем более мы живем в такое время. Но, если у тебя сейчас этой одежки нет, что бы я делал на твоем месте? Первое, я бы делал, сука, все, я бы рвал жопу на британский флаг, пока бы эту одежку достойную, соответствующую не получить. И второе, я бы все равно действовал без нее. Когда я жил в Самаре, я был бедным нищебродом, я ездил на старый, подержанный, развальный ВАЗ-2110, цвета кристалл. Кристалл. Вот. И, как бы, я не обламывался подкатывать на этой машине к телочкам, которые ехали параллельно там в ряду на каком-то джипе или на мерседесе, заигрывал с ними, общался с ними, да, скажем так, если бы я тогда ездил тоже на мерседесе, наверное, моя конверсия была бы выше. Но, она и так была неплохая, то есть, как бы, женщины не все настолько вот меркантильны, как ты думаешь. Она просто, например, родилась в небедной семье. Ей папа с мамой подарили на 18 лет мерседес и что-то еще. Но это не значит, что теперь она думает так, что вот все эти люди, которые ездят там, не знаю, на Жигулях, они ***. То есть, как бы, ее окружают куча людей, куча молодых людей на таких же тачках и так далее. Но, если ты думаешь, что хоть кому-то из них она достанется, потому что у него там такая же тачка, ты сильно ошибаешься. То есть, она думает, как эти додика меня затрахали своей тупостью, своими там позициями снизу и всем прочим. Как вариант, она захочет обменяться телефонами чисто из любопытства или для галочки. Это, опять же, только в твоей картине мира. Ты сейчас должен увидеть весь тот самообман, которым ты сам себя кормишь. То есть, ты говоришь себе все, что угодно, лишь бы только оправдать то, почему ты ссышь и не делаешь ничего. И почему, например, мой тренинг-практика не про женщин, потому что женщина – это только инструмент. Приходя туда, когда мы с тобой взаимодействуем, видим тебя, мы видим все моменты, где ты решил себя нахерить. И самое интересное и полезное, что люди, которым мы возвращаем, говорят, ты себя здесь обманываешь, ты себя здесь обманываешь, ты себя здесь обманываешь, посмотри. Они начинают понимать, блин, да. И самое главное здесь, пожалуй, не обманывать себя, не лгать самому себе. Ты всегда найдешь причину, чтобы отмазаться, чтобы не делать. Что дальше, какова моя, типа, она обменяется телефоном на отвали или из любопытства? Не знаю. Никто этого не знает. Ты можешь подъехать на Rolls-Royce, она тебе даст телефон, потом не вызванется. Поверь мне, я знаю таких людей, которых на Майбахе привозили. Они знакомились с какой-то девкой, не знаю, там в куховике из ПТУ. И эта девка потом просто не вызванивалась. Понимаешь, это вообще не показатель ничего. Что дальше, какова моя роль в дальнейшем будет для меня? Ну, не верю я хоть тресней, что из этого получится достойное отношение. Социальная пропасть необъятна, что и породит практически неизбежную конфронтацию. Значит, во-первых, отношения я все-таки советую тебе строить с женщиной, которая относительно в том же социально-материальном кругу, как и ты. По многим причинам, долго не буду это объяснять, потому что, в принципе, тема другого видео. Во-вторых, самое главное, еще раз, чел, я ни в коем случае не буду пытаться вытряхнуть, тем более, бесплатно я на это деньги зарабатываю, люди приносят деньги и уходят счастливыми. Я не буду пытаться тебя вытряхнуть из твоей реальности, если тебе удобно жить так, если тебе удобно оправдываться тем, что, то есть, ну, вот куда ни глянь, везде у тебя какие-то барьеры, везде у тебя какие-то причины, везде у тебя какие-то… А знаешь, в чем прикол? У тебя не было опыта положительного подтверждения того, что ты можешь подъехать на своем ржавом корыте, и я могу с тобой поспорить, что, если я сяду рядом с тобой на твою девятку, то мы склеим с тобой любых телок, там, не знаю, накоений или не накоений. То есть, дело-то не в этом, дело здесь, а здесь ты решил себя очень сильно на е**ть. Если кто-то еще хочет продолжать этим заниматься, ребят, ни в коем случае не переубеждаю вас. если есть среди вас люди, которые осознают, что я уже устал от самообмана и от бездействия, от каких-то, ну, нереализованных моих желаний, в первую очередь, с женщинами. Здесь есть ссылка под этим видео, вы можете записаться на тренинг-практика, пройти его, и вместе с вами мы получим тот результат, который вы хотите, вы получите благодаря нам и благодаря мне этот результат. Также напоминаю, что с сегодняшнего дня вы можете там задавать нам какие-то вопросы в чате, в мессенджерах, которые также указаны внизу, или позвонить, вам ответят на ваши вопросы. Все, врубай, пока. Зовут меня Михаил, 38 лет, прошел тренинг, в сентябре очень понравилось, очень плодотворно, тренинг оказался глубже, чем я ожидал. А что было до тренинга? До тренинга было все печально, сложно, я не мог толком подойти, познакомиться с девушкой, с той, которая мне понравилась. После тренинга, по крайней мере, на данный момент, все хорошо, и я преодолел этот барьер. А что именно запомнилось прямо на тренинге? Запомнилось на тренингах, да все запомнилось. Каждый день, каждый день был сложный, каждый день был, это преодоление страха, преодоление внутреннего какого-то барьера, и каждый день был по-своему тяжелый. А что? Ну, запомнилось упражнение метро, конечно. Мне далось оно нелегко, скажем так. А что порекомендовал бы ребятам, кто сомневается, прийти на практику? Я бы порекомендовал все-таки найти возможность посетить этот тренинг. Он полезен не только для отношений, он полезен и для других сфер деятельности в жизни, также в работе и во взаимоотношениях с социумом. Это очень полезно. Продолжение следует...